Добрый день, уважаемые зрители Сеопульт ТВ, меня зовут Александр Флющев, а это программа «Удельный вес». И сегодня у нас в гостях легенда отечественного IT-рынка, серийный предприниматель, также основатель знаменитой компании «Параллелс» и «Акронис» Сергей Белаусов. Сергей, привет! Привет! Вообще мы здесь, в нашей программе, пытаемся исследовать секрет успеха, как-то вынуть его из прошлого наших гостей, может быть, услышать какие-то советы молодым предпринимателям, поэтому, да, окунемся в относительно глубокое прошлое. В 1995 год, когда ты уже окончил МФТИ, но у тебя уже был предпринимательский опыт какой-то. Да-да-да. Что приходилось делать в студенческие годы? А предпринимательский, да, я участвовал в создании компьютерной компании еще после четвертого курса, потом участвовал в создании такого существующего до сих пор места для обучения детей, называется «Юниум», когда-то назывался «Вестех колледж». А группа компаний «СНВ» была уже после института? И как тогда? Я никогда не... Возможно в Советском Союзе, да и вообще для любого предпринимателя разделить институт после института, то есть все это было непрерывным потоком, никакого такого до-после не было. Я так осмысленно учился, наверное, только до четвертого курса, то есть четыре курса я учился осмысленно, это как бы я осмысленно учился до бакалавра, а потом, когда я получал мастер, я уже в основном занимался каким-то бизнесом и какой-то деятельностью, поэтому «СНВ» была основана после, но это никак нельзя коррелировать с окончанием. А как вам удалось запустить тогда в таком, в общем, нежном возрасте не просто бизнес, а группу компаний с международной кооперацией? Ну, вообще-то говоря, конечно же, очень тяжело, если мы считаем, что мы это программа для предпринимателей, тяжело извлекать из моего опыта какие-нибудь уроки, потому что мой опыт был основан на том, что Советский Союз исчез, и поэтому огромное количество областей экономики полностью изменилось. Например, в Советском Союзе было очень мало компьютеров, и они производились в Советском Союзе. Ну, как раз это не опыт применять условия. В 1991 году их продавалось, например, несколько десятков тысяч штук IBM-компьютеров в Советском Союзе, а, например, в 1994 уже, например, больше миллиона или даже несколько миллионов. И поэтому, как бы, возраст тут не имеет значения, имеет значение просто наличие какой-то энергии и опотюнити. И опотюнити тогда было. Ну, в этом смысле, наверное, вашу компанию можно назвать классическим стартапом, а в смысле условий, наверное, не очень. Да вообще стартап – это очень условное слово. Я, правда, прочитал на Википедии, что речь идет о технологических компаниях, когда говорят про стартап. А как вы получили первые инвестиции свои? Ой, это очень такой сложный вопрос. Я даже не знаю, как мне сказать. То есть первые инвестиции я познакомился с таким человеком из Гонконга, Викашем Шахом. Он был индиец, гуджират, но он жил в Гонконге и занимался торговлей на разных развивающихся рынках. И его торговый метод заключался в том, что он покупал всякое разное компьютерное барахло, не очень хорошее, а потом давал его на консигнацию в кредит, руководствуясь своими инстинктами о том, кто ему вернет кредит, а кто не вернет. И иногда ему не возвращали кредит. С тех пор я с ним продолжаю дружить. Это было 22 года назад, когда я с ним познакомился. А когда я с ним сейчас разговариваю, кстати, он как любой индийц говорит, что ему знакомы 35 лет. Но это маловозможно, потому что у него все-таки пока только 43. И как бы он иногда ему не возвращает, мы ему просто вернули в конце концов эти деньги. И вот так вот мы получили первые инвестиции. Но это не были так уж прямо инвестиции. Мы просто получили какое-то оборудование, которое мы продали, потом эти деньги вложили в какие-то другие вещи, потом собрали из них компьютеры, тоже продали, получали какие-то кредиты в банках. Это вообще такое было бурное время. Я на самом деле не очень помню. А была еще история с производством телевизоров? Да, это было в 1995 году. Ну и там тоже мы сотрудничали с тем же самым Викашем Шахом. Он тоже был первым инвестором. Надо заметить, что в 1998 году, когда начался кризис, он испугался. И мы ему выплатили его деньги назад. Он заработал какое-то количество денег, но он намного меньше, чем мог бы, если бы он остался совладелец. А как произошел переход от производства железа, от производства телевизоров к производству софта? Ну, во-первых, когда я организовал производство телевизоров, производство компьютеров, и также мы приблизительно в то же время организовали продажу пейджеров в Самарской области, в Самаре и Тольятти, все-таки люди, которые бы не работали, это были люди, которые закончили физтех. Они имели образование соответствующее. Они были либо мастера, либо кандидат наук по компьютер-сайенсу, или там по физике, или по математике. Ну, они работали на разных позициях, которые, в общем, напрямую не требовали их знаний и умений программировать или что-нибудь разрабатывать. Во-вторых, на самом деле производство телевизоров, это звучит так как-то банально, но это на самом деле не было банально, потому что мы налаживали его с нуля. Это значит, что мы покупали какое-то очень старое оборудование, которое изучали, как работает, писали для него программы. Мы разрабатывали свои дизайны и так далее и тому подобное. И это, ну, совсем не так просто, как кажется. На самом деле это не очень просто зарабатывать на продаже телевизора, особенно если вы их не очень много производите. Я правильно понял, это не была отверточная сборка? Ну, сначала немножечко времени отверточное, но даже отверточная сборка, она нетривиальна, потому что нужно, например, делать пластиковые детали. Чтобы делать пластиковые детали, нужно осваивать пластиковые аппараты, автоматы. Пластиковые автоматы, они либо очень дорогие, либо если они сломаны, то их нужно чинить и заново программировать. Это, в общем-то, сложная вещь. Ну, то есть можно купить старый автомат, но тогда он сложный. Но самое главное, что в 95-м году, после участия в создании первой компании, мне было совершенно понятно, что у компании должен быть какой-то хороший управленческий учет, и поэтому в 96-м году мы стали дистрибьютором и реселлером бухгалтерского софта, Enterprise Resource Planning софта, сначала в России, а потом в Азии, который назывался Solomon Software. И так, собственно, мы начали сначала продавать софт. Это тоже звучит очень банально, но на самом деле продавать бухгалтерский софт или RP софт, Enterprise Resource Planning софт для среднего бизнеса и большого бизнеса, это непросто, его нужно локализовывать, если продаешь даже его во Вьетнаме или в Непале, или там в Бангладеше, Сингапуре, Малайзии, Индонезии. Нужно его нанимать реселлеров, нужно делать маркетинг, нужно развивать бренд. То есть это очень сильно похоже на компьютерный бизнес. Кроме того, приблизительно в то же время и тоже в Сингапуре и в окружающем регионе в связи с тем, что мы начали продавать софт, мы решили еще какой-то софт разрабатывать. И как бы вот так вот мы стали потихонечку мы эти два события совместили. Компания SWSoft появляется в 1999 году. Она в некотором роде прародительница, да, параллелса Акронис? Это опять-таки более сложная история. На самом деле название SWSoft это просто Standard Investor Software. И эта компания на самом деле появляется в 1996 году, как раз когда мы начинаем сначала заниматься таким продвинутым аутсорсингом, а потом разрабатывать собственное программное обеспечение на основе новейших Microsoft технологий. Потом в 1997, 1998, 1999 году мы, так сказать, используем экспертизу и контакты для того, чтобы начинать разработку сначала части, а потом всего софта Salomon Software, а потом еще Pervasive Software, еще для нескольких американских, ну, таких лидирующих, но небольших компьютерных компаний. А вот уже в 2000 году компания SWSoft становится тем SWSoft, который потом превращается в параллелс Акронис. Да, это как раз вот 99-й год, там еще разделение, я так понимаю, произошло на параллелс. Нет-нет-нет, оно не там произошло. Но компания SWSoft была, я на самом деле много раз где это рассказывал, я уже теперь сам путаюсь, но как бы в 1997-1998 году мы в основном продавали Salomon Software в Юго-Восточной Азии, маркетировали, локализовывали и производили практически все Salomon Software, MidMarket и RP для американской компании Salomon Software, которая у нас его лицензировала, платила нам лицензионные отчисления, который потом же нам же лицензировал софт для продажи в Азии. В этом же времени мы так же самое делали с компанией Pervasive Software, компанией B Operating System, компанией Axel и еще несколькими американскими технологическими компаниями небольшими. В 99-м году этот бизнес по такому продвинутому аутсорсингу, где мы сами придумывали проекты, которые мы должны аутсорсить и получали деньги за работу, но еще и лицензионные отчисления, он стал очень сложным. И поэтому мы решили, что мы хотим найти других клиентов. Это был такой пик интернет бума. И поэтому мы решили, что мы назовем свой бизнес венчур инжиниринг, мы будем приходить стартапам, говорить им, что мы будем им предоставлять инженерную технологическую команду, они нам будут давать долю и платить за расходы. И мы таким образом как-то очень сильно разовьемся. И в 99-м году мы несколько таких проектов попытались сделать, ничего особенно хорошего не получилось, и в процессе мы узнали, что есть такая якобы очень перспективная и быстро развивающаяся область Application Service Provider. То, что потом стало называться Software as a Service, то, что потом стало называться Cloud Services, приложения как услуги или облачные приложения или облачные сервисы. И в начале 2000 года возникла идея написать платформу для компаний, которые хотят предлагать свои приложения как сервисы. И так возникла компания SWSoft. В том виде, в котором она потом, уже в 2003 году, разделилась на SWSoft и Acronis, а в 2007 году переименовалась в Parallels. И в итоге, как мы знаем, вот получились Acronis и Parallels, две ведущие компании. На каком этапе вы заинтересовались уже инвестициями не как, в смысле, привлечения, а как инвестор? Это очень сложный вопрос. Я сейчас нахожусь в таком переосмыслении того, что я делаю. Но где-то в 2010 году я решил, что компания Parallels нуждается в профессиональном менеджменте, потому что она уже достаточно зрелая и должна расти каким-то таким предсказуемо-линейным образом. И нанял себе туда как бы заменителя, который сейчас до сих пор там работает, руководителя компании Биргера Стина. Он норвег, но когда-то давно он работал на Microsoft в России, потом Microsoft и Америка. И в этот момент мне показалось, что, наверное, самое разумное, что я могу делать в 2010 году, мне было 38 лет, 39 уже, наверное, все-таки в конце 10-го года. И мне стоит как-то вроде бы меньше работать и, может быть, работать в менее такой интенсивной области. И показалось, что инвестиции в стартапы и передача им своего опыта по созданию компаний, ну, к тому моменту у меня уже какой-то опыт накопился, это будет неплохо. И что как раз многие мои инвесторы, у меня было какое-то количество венчурных инвесторов в компании Parallels и Acronis, мне говорили, что самый хороший опыт, который я имею, это выращивание компании от нуля до 100 миллионов долларов. После 100 миллионов я не умею, а от нуля до 100 вот очень хорошо. Я подумал, ну-ка, хорошо, буду помогать другим выращивать компанию от нуля до 100. И таким образом появился фонд Runa Capital. Ну, это упрощенная история, но как-то приблизительно так. Ну, в одном из интервью, как говорили, что вкладывали средства в десяток компаний неформальным образом. А в связи с чем было принято решение поставить этот процесс на систематизацию? Ну, я же говорю, что уже был опыт вкладывания, так сказать, вместе с какими-то инвесторами. Это достаточно обычная практика у венчурных капиталистов в Америке приглашать успешных предпринимателей в сделки, в которые им кажутся, эти предприниматели могут им как-то помочь. И меня пригласили в какое-то количество сделок, я помог их сделать, договориться там и проинвестировать. И еще раз говорю, что это просто, ну, когда я ушел из параллелств, мне показалось, что это такое вот разумное время занятия. Можно очень хорошо, так сказать, поработать, это интересно и так далее. То есть это связано не с тем, что я пытался это организовать, просто мне казалось, что это правильное такое занятие. Принимал ты еще участие в деятельности фонда «Алмаз Кэпитал», насколько я помню. Сейчас сотрудничество с ними продолжается, и руно Кэпитал, насколько плотно ты сейчас занимаешься? Сотрудничество с «Алмаз Кэпитал» всегда продолжается, я дружу с Сашей Галецким. Действительно, меня пригласил Саша в 2005 или 2008 году поучаствовать в «Алмаз Кэпитал». И, в общем-то, я какое-то время участвовал. И более того, руно Кэпитал, она получилась сначала как будто бы как сестра «Алмаза» фонда ранней стадии. Но потом она очень быстро оказалась больше «Алмаза» и стала независимым фондом. Хотя мы продолжаем очень тесно сотрудничать. Саша сотрудничает с руно Кэпиталом у нас в инвестном комитете, Галецкий. А я сотрудничаю с «Алмаз Кэпитал». А с руно я сейчас, конечно, сотрудничаю. Я там продолжаю быть синего партнером. Я участвую в инвестном комитете. Я помогаю каким-то стартапам. Но, наверное, 80% моего времени – это «Акронис». В 2010 году активы «Руно Кэпитал» составляли 30 миллионов долларов, но за три года выросли в четверо. Как удалось привлечь такие активы? Ну, это не совсем правильно. В 2010 году мы хотели образовать фонд с размером 15 миллионов долларов. А потом мы даже думали, что часть этих денег нам даст Сколково. И мы будем, как бы, помогать Сколково развивать стартапы. Очень быстро выяснилось, что получить деньги у Сколково фонд не может по разным причинам, потому что там есть какие-то законодательные ограничения. И получить деньги у других каких-то институтов развития международный фонд тоже очень тяжело, потому что есть много ограничений. Ограничения, они мешают лидерам. А мы инвестируем в лидеров. И поэтому, если мы, как бы, получим ограничения, мы тогда не будем коммерчески привлекательным фондом. И поэтому мы стали привлекать деньги сами. И переформатировались не в сестру Алмаза, а в отдельный фонд ранней стадии. И сначала, как бы, он должен был уже быть не 15, а 30 миллионов. В процессе мы, так сказать, выяснили, что мы можем гораздо проще поднять гораздо больше денег. Мы также поняли, что для того, чтобы фонд был успешным, необходимо, чтобы у него была операционная команда. На операционную команду нужен какой-то бюджет. Система работы венчурных фондов устроена таким образом, что на работу команды тратится 2-3% от общей суммы фонда. Если фонд 30 миллионов долларов, это всего лишь 600 тысяч. Это недостаточно для того, чтобы иметь полную команду. И потихонечку мы сумели увеличить количество подписчиков до суммы 135 миллионов долларов. Хотелось бы несколько вопросов, связанных с вашим взглядом на стартапы как таковы. Вообще является ли стартап единственной формой существования такого нового IT-бизнеса? Это очень сложный вопрос. Дело в том, что всегда, когда люди говорят о таких понятиях, они разговаривают на разных языках. Что такое предприниматель? Например, бандит это предприниматель или нет? Вроде бы предприниматель. Или, скажем, чиновник, который ворует деньги, тоже предприниматель. Проблема с терминологией. Да. Или что такое инновация? Инновация это, например, выращивать лягушек на Волге. Это инновация? Ну, вроде бы инновация, потому что там лягушек не выращивают. Или, например, внедрить систему проверки здоровья по всей России, чтобы было известно, какими заболеваниями люди болеют. Это инновация. И дальше что такое стартап? То есть определение непонятное. Но, так сказать, наверное, в принципе, если посмотреть на последние 50 лет, большинство новых вещей было создано так называемыми стартапами. Не ведет ли культура венчурного инвестирования к вымыванию с рынка, возможно, хороших проектов, но с недостаточными презенционными навыками их руководства, скажем так? Ой, я даже не знаю, как ответить на этот ответ. Дело в том, что что такое хороший проект? Хороший проект это... Я тут вчера участвовал в каком-то конгрессе, и там кто-то дал определение инноваций, что инновация это проданная новизна. Ну, в принципе, неплохое определение, можно по-разному определить, но смысл тут такой, что если проекты не умеют себя презентовать, они, наверное, не могут себя продавать, и поэтому они, наверное, не смогут стать успешными. Хорошо, но вообще, что касается стартапа, теперь с его стороны посмотрим, какими принципами должен руководствоваться стартап при выборе инвестора? Не инвестор при выборе стартапов, а стартап при выборе инвестора. Там же тоже есть выбор, правда? Есть, всегда есть выбор, но это очень обобщенная такая ситуация, я не думаю, что какие-либо стартапы осмысленно сидят и выбирают инвестора, и я не думаю, что все-таки... Кто дал денег, кто-то хорошо. Ну, не совсем так, но, в общем-то, обычно выбора мало, и я единственное, что думаю, это то, что нужно понимать, что если речь идет об инвесторе в стартап, это значит почти наверняка, что инвестор хочет заработать 10, 20, 100 раз на свои деньги. И, как бы, такого рода инвестор, он должен, скорее всего, быть полезным, и не просто вам привнести деньги, но еще что-то помочь вам сделать, либо наладить инженерный процесс, либо наладить вашу бизнес-модель, либо привнести какие-то операционные опыты, либо привнести какие-то контакты. Если этого не будет, наверное, это плохо. Но это очень общее заявление, потому что предприниматели бывают разные, и бывают предприниматели, которым ничего, кроме денег, не нужно, а бывают предприниматели, которым деньги не нужны, но как раз нужно все наоборот. Какими признаками должен обладать успешный стартап, помимо потенциала роста? Ну, то есть, идея вот у него хорошая, предположим, но что может помешать реализоваться? В чем могут быть проблемы? Я думаю, что вот если смотреть на наш опыт, он не такой большой, мы просмотрели, наверное, скажем, 5000 стартапов, как бы, как Runa Capital, QF Capital, Fistech Ventures за последние 5 лет. И мы, наверное, внимательно посмотрели, например, на 300 стартапов, то есть на остальные мы смотрели не очень внимательно, и мы проинвестировали, наверное, в 60 сделок. И еще, наверное, 60 сделок мы близко как бы наблюдали, то есть это 100-120 как бы компаний. в которых мы поучаствовали. И в них можно попытаться измерить, что произошло, потому что говорить, опять-таки, в общем очень тяжело. Я, на самом деле, никто не знает, что в общем происходит. И то, что мы заметили, есть как бы несколько моментов. Один из них это то, что очень часто проблемы связаны с внутренними несогласиями основателей. или ссорой между основателями и инвесторами. Это очень губительно для стартапов, и чаще всего это приводит к гибели. Это одна такая проблема. Вторая проблема, это тоже очень часто, это то, что, к сожалению, далеко не все фаундеры стартапов или начальные менеджеры, они адекватны во всех своих проявлениях. То есть они, может быть, могут сделать какую-то начальную вещь, но потом не могут конечную. Могут быть, могут сделать продукт, но потом не могут продавать его. И при этом редко они адекватно здесь подразумевают, что они не осознают того, что они что-то не могут. И поэтому они не готовы получить помощь, добавить к себе в команду. И не просто добавить, но еще и поработать с каким-то другим человеком, который будет иметь эту дополнительную пропущенную экспертизу. Это, наверное, второе. А, ну, третье, конечно же, наверное, то, что, как это всегда бывает с любыми технологическими стартапами, далеко не все вещи, которые кажутся монетизируемыми и коммерциализуемыми, они на самом деле таковыми оказываются. Пару лет назад, кажется, вы писали о таких даже термин, такой вели зомби-стартапы, которые вроде бы поначалу взлетели, но потом как-то не шибко. И сейчас влачат такое жалкое существование. Но это вообще-то не я придумал эту фразу. Это такая стандартная фраза, она существует уже лет 20. Да, будем считать, что я увидел ее у вас. Каков процент таких среди существующих компаний? Ну, как бы, если говорить средним по венчурным инвестициям, то тут процент получается достаточно большой. Или даже очень большой. То есть, как бы, я не могу его знать, но, как бы, я думаю, что, наверное, в среднем меньше 10% стартапов бывают очень успешными. И, ну, наверное, там половина превращается в непонятно что. А половина дохнет. Ну, другая половина. Но у нас немножко по-другому, потому что у нас очень большая предпринимательская экспертиза, поэтому мы, к сожалению, наверное, большое количество таких стартапов, мы их, как бы, вытаскиваем из зоны умереть в зону зомби, из зоны зомби в зону что-то лучше, чем зомби. И поэтому у нас процент, наверное, я думаю, в конечном итоге будет там, например, треть, треть, треть. Но какие-то проекты все-таки умирают там на стадии зомби и так далее? Ну, знаете, мы пришли в зону обсуждения стартапов. Это небольшая часть моего опыта. И надо заметить, что средний возраст стартапа в руне сейчас чуть больше двух лет. И это очень маленький возраст. То есть очень тяжело что-то сказать. И мы уже выучили, что ситуации... У нас много инвестиций. То есть я думаю, что в фонде, например, в MassCapital в первом фонде было, наверное, 15 инвестиций, а у нас 45. То есть в три раза больше, потому что мы начали как фонд ранней стадии. И мы на удивление наблюдаем и то, что есть стартапы, которые кажутся очень линейными, и потом они оказываются неживыми. И наоборот, стартапы, которые кажутся неживыми, а потом они оказываются живыми. И поэтому тут нужно понимать, что просто время жизни у стартапа, наверное, в интернете это там 5-10 лет, а в софтвере это 10-15. Это время как бы его кристаллизации в что-то реальное. И когда средний возраст инвестиций 2 года, это очень тяжело понять, что... То есть пока ничего особенного сказать нельзя. Ну да. Но тем не менее, наверное, какие-то успехи все равно можно, ну, по меньшей мере, ощутить. Вот какой из проектов, входящих в портфель Рона Кэпитал, ты бы назвал самым успешным на сегодняшний день? Ну, во-первых, у нас было, я думаю, что мы объявляли о 4, но на самом деле было уже 6 или 7 даже экзитов. Они все успешные, но просто они не очень большие. И поэтому, в принципе, так уж сказать, что это прямо супер нельзя. Но они успешные. То есть речь идет о больших multiples и больших IRR, потому что короткий срок, и там, наверное, средний возврат, он 4-6x. Но, тем не менее, это... И это на какие-то очень короткие сроки, например, там 1,5-2 года, поэтому это хорошие инвестиции. Во-вторых, у нас сейчас есть, наверное, десяток проектов, которые очень себя хорошо чувствуют. Вот, например, NGINX, например, Acumatica, например, замечательный проект с прекрасным названием Zopa. Ну, это те, которые остались в портфеле, не те, которые мы продали. Например, Lingualeo, например, Eruditor. Ну, то есть их много. То есть еще есть, которые мы просто даже не объявляли, не объявляем по разным причинам. Например, RocketBank. Мы его объявляли, но тоже он себя чувствует хорошо. Также есть еще и, наверное, 10 проектов, которые могут перейти в категорию, которые чувствуют себя очень хорошо. Как не смешно, у нас в портфеле всегда, когда приходят стартапы, они приносят какой-то план развития. Но пока я занимался руной, я заставлял предпринимателей обязательно сделать консервативный, реалистичный, оптимистичный план развития. И фактически я не видел ни одного случая, за исключением двух, когда бы развитие шло... Не по консервативному. По консервативному пути. Но в одном случае оно идет по оптимистическому, это Nginx, даже выше. И в нескольких случаях у нас, например, в таком, как Acumatica, оно идет по реалистичному пути развития. То есть или там у нас еще есть стартап такой, технософт, там тоже по реалистичному. В остальном они все идут по консервативному. На самом деле консервативный обычно тоже очень хороший, потому что предприниматель же понимает, что когда он поднимает венчурное финансирование, ему инвестор смотрит на консервативный сценарий, думает, это как бы подойдет или нет. И поэтому стартапы, которые превышают консервативный даже чуть-чуть, это очень неплохо. Какие направления развития стартапов сейчас кажутся перспективными? Вот и раньше, значит, было что? Мобильные приложения, социальные сети, потом облачные технологии. Список этот расширился за последнее время? Или может наоборот тусов, потому что там среди мобильных приложений не протолкнуться? Я думаю, что это условный список, то есть мобильные приложения, облачные приложения, или социальные, это скорее платформы, которые позволяют решать какие-то разные проблемы. Поэтому стартапы, они в каких-то конкретных областях деятельности, например, я не знаю, медицинское обслуживание, или, например, ну, скажем, там, финансовые услуги, или, например, государственные услуги. Ну, иногда речь идет об инфраструктурном программном обеспечении, не таком, как Инжинакс, которое необходимо для того, чтобы вот эта новая архитектура информационных технологий, мобильно-облачно-социальная, могла быть рабочей. Ну, понятно, что список, в общем-то, так быстро не может поменяться, потому что вот эти разговоры, они ведутся на последнее протяжение всего лишь трех лет, и цикл изменения трендов в IT 5-10 лет, ну, скажем, 7-8 в среднем, и поэтому, ну, сейчас что-то меняется, появились какие-то новые вещи, например, большие данные, это, безусловно, новый тренд. Например, роботы, которые сейчас уже в разных частях проявляются, например, цифровые валюты и соответствующие изменения в финансовых сервисах. Но так уж сказать, что прямо что-то очень много поменялось нельзя. Как меняется культура стартапов? Растет ли качество команд, бизнес-моделей? Знаете, этот вопрос сейчас очень, я как бы вообще грустно выгляжу и грустно себя чувствую, потому что я вот думаю о том, что происходит с миром и с, в частности, Россией, с точки зрения не только стартапов, но и вообще частного бизнеса. И пока что вот происходят какие-то грустные вещи. То есть можно смотреть на замечательных опининг-лидеров, таких как, например, Герман Греф, которые что-то говорят на эту тему, но говорить одно, а делать это все-таки другое. И поэтому стартапы – это сугубо частные бизнесы. И поэтому, ну, тяжело разговаривать с вами по-русски, находясь в Москве. А Руна – международный фонд, и уже во втором фонде больше половины стартапов, они не в России. Но, тем не менее, тяжело, находясь здесь, говорить о стартапах вообще. В стартапах в России, естественно, очень много чего будет меняться, я думаю, в связи с изменением экономически-политической ситуации. Что, например? Ну, я думаю, что намного сложнее будет привлекать не российское финансирование. И это мы видим, уже это как-то происходит российским стартапам. Говорят, ну вот как-то вот давайте сначала поймем, что у вас там происходит. И украинским, кстати, тоже. Потом уже будем инвестировать. И это одно. Например, наверное, сложнее, ну, продавать стартапы в каких-то частях мира. Далеко не во всех. В Китае все равно. В Азии, в общем, тоже. Но россияне пока что не привыкли на Азию смотреть серьезно. Большинство россиян думает, что мир – это Европа и Америка. Это, на самом деле, давно уже не так, но тем не менее так. И поэтому российские стартапы пытаются выходить на американский рынок. А на американском рынке это сложнее, потому что выходить на любой рынок, например, нужно нанимать людей. А люди, может быть, с опаской хотят работать в компании, которая, может быть, за железным занавесом или что-нибудь такое страшное. Это не значит, что это обязательно произойдет, но как бы такое вот беспокойство такое есть. Парни, позаду вы еще один венчурный фонд организовали, Quantum Wave. Можете о нем несколько слов рассказать? Ну, на самом деле, это не еще один фонд, это просто, грубо говоря, такой отдельный кусок общего бизнеса, который инвестирует в стартапы. Просто там немножко другие подписчики и потому что другие инвестиции. Он инвестирует в компании, которые занимаются разработкой чего-нибудь такого, чаще всего железного, что нуждается, чтобы его оценить, нуждается в экспертизе профессора Гарварда по физике, чтобы понять, насколько этот прибор работает или эта технология работает или не работает. Почему вы разглядели потенциал именно в квантовых технологиях? Ну, это название фонда немножко запутывающее, то есть, на самом деле, в этой области есть много трендов. Квантовая технология – это один из трендов. Понятно, что слово «квантовая технология» – оно очень всеобъемлющее, потому что в некотором смысле абсолютно все – квантовые технологии, потому что весь мир, он квантовый. Но если говорить конкретно о квантовых технологиях, то за последние 20 лет физики научились манипулировать материей на элементарном уровне, на уровне элементарных квантовых эффектов, элементарных частиц, электронов, дефектов в алмазах, холодных атомов. И, соответственно, за счет этого можно делать интересные вещи. Во-первых, можно делать очень качественные сенсоры, которые наиболее маленькие, наиболее дешевые, наиболее энергоэффективные, наиболее точные. Я бы даже сказал так, на данный момент максимально точные. Мерить магнитное поле, мерить гравитацию, ускорение, температуру, время. И это важно и полезно, потому что мы все окружены сенсорами, и будем в огромном количестве большем быть окружены сенсорами. Сенсоры нужны везде. Во-вторых, можно делать какие-то очень интересные новые материалы. Выясняется, что материалы, которые нам подарила природа, они весьма примитивны, и можно делать во много раз более прочную сталь, или во много раз, во много это еще в сто раз, например, или более прочные какие-нибудь там другие материалы, нити, поверхности, фотоэлектрические материалы. В-третьих, можно делать безопасные коммуникации. И тут же мы уже пользуемся не просто квантовыми эффектами, а какими-то законами квантовой механики, которые не позволяют копировать квантовую информацию. Ну, безопасные коммуникации, когда мы только начали этим заниматься в 2010 году, на самом деле, этот фонд начал создаваться. Это было, может быть, ну, такой теоретически интересной темой. А сейчас все знают, что все друг друга слушают или могут слушать. Вот, например, вот у вас iPhone в руках, вполне возможно, что кто-то подключился к вашему iPhone и слушает наше... Может, смотрит даже. Более того, даже смотрит вот из камеры прямо на вас и с удивлением видит, так сказать, такую проекцию. И поэтому важно, чтобы можно было говорить безопасно. На самом деле в мире есть только один способ говорить безопасно до квантовых технологий. Это если встречаться лично и отходить очень далеко, и не иметь на себе никаких железных предметов и тому подобное. А с квантовыми технологиями это можно делать на расстоянии, потому что квантовую информацию нельзя копировать. И последний может делать квантовый компьютер. И все эти вещи, они не являются ничем таким особенным. И наверняка в течение следующих 50 лет они будут играть наиболее важную роль и в науке, и технике, и в экономике. Другое дело, что когда они станут действительно массово используемыми, это не ясно. Это может начать происходить за несколько лет, а может за несколько десятков лет. Несколько вопросов для финала, которые я приверег. Ну, все любят рассказывать про историю успеха. А можешь ли рассказать про какой-нибудь ошибки, которые бы ты хотел избежать? Ну, которая была, но которые бы ты предпочел избежать за все время твоего занятия бизнесом? Ну, на самом деле, я думаю, что тут нет ничего особенного и можно говорить только банальные вещи. Все ошибки сводятся к правильному выбору фокуса. Можно выбрать слишком широкий фокус и слишком узкий. И подмножество таких ошибок относятся к правильному выбору партнеров. То есть, может быть, можно выиграть слишком сильных партнеров или слишком слабых, слишком подходящих или слишком неподходящих. Ну, наверное, одной из самых плохих ошибок, которые совершил когда-либо я, это был выбор и отношения, выбор партнеров и постановка отношений с партнерами, которые являются инвесторами. И в компании Acronis и Parallels, они являются минориторными инвесторами, но с ними были неправильно построены отношения. Поэтому, наверное, с 2007-2008 году у нас был существенный кризис, который мы до сих пор продолжаем переживать. Не с точки зрения, что у нас в компании плохо идут дела, а с точки зрения того, что они могли бы идти в 10 раз лучше. Я недаром в начале передачи назвал тебя легендарным, потому что ходят легенды о, скажем так, твоем способе управления, менеджмента. Часто говорят, что вот ты здесь очень спокойный человек, а часто говорят, что человек-то весьма эмоциональный. И когда выходишь из себя, что ты очень часто меняешь телефон, потому что когда ты выходишь из себя, бывает, ты можешь имя в стену запустить. Правда ли это? Да, правда. Ну, это, я думаю, что достаточно обычно. Большинство людей, которые работают на большой скорости, а быть предпринимателем, это означает, прежде всего, работать на большой скорости и очень много. Они находятся в состоянии сильного стресса, и поэтому у них могут быть какие-то сильные эмоции, которые выражаются в ломании стенок телефонов. Но это не так уж часто происходит. Сколько телефонов ты меняешь за год? Ой, немного, я думаю, что вот, ну, один, два, то есть не так много. Я гораздо чаще теряю телефоны, потому что Apple выпускает новые модели. Ну, и последний вопрос. Инвестировал бы ты сейчас в себя образца 1995 года? Вот пришел бы к тебе такой же молодой человек. Это очень философский вопрос, я не знаю, инвестировал бы я или нет. Я не знаю, насколько у меня были хорошие презентейшн-скилзы, я думаю, что они как раз были очень плохие. И более того... Разве не ты говорил, что кто не умеет презентовать, кто не умеет презентовать, тот не умеет продавать. Ну, я же отвечаю на вопрос точно и честно, и поэтому кто-то же инвестировал, значит, они были достаточно хорошие, как бы. То есть они достаточно хорошие для тебя были бы. Но, наверное, бы инвестировал. Спасибо большое за интересный рассказ. Будем ждать прорывов в квантовой физике и других областях под эгидой ваших фондов. Спасибо большое. Меня зовут Александр Плющев. Это была программа «Удельный вес». До встречи на Севпуль ТВ. До встречи на Севпуль ТВ.